Сериал Uncharted С интригующим сюжетом, яркими и неординарными персонажами, с головокружительными погонями и перестрелками. Оторваться от экрана было и правда практически невозможно. Из-за этой небывалой увлекательности сериал упрощалось многое и не всегда идеальное визуальное исполнение и затянутые перестрелки. Ведь все эти мелкие минусы меркли на фоне одного огромного плюса. Uncharted умело удивлять. Поэтому, запуская Drake's Deception, мы готовились вновь погрузиться в волшебную сказку. Вот только, кажется, местная Шахерезада подустала и начала банально заговариваться. Об этом мы и поговорим в видеообзоре Uncharted 3 Drake's Deception на Playground.ru. Конечно, мы реалисты и понимаем, что в приключенческом жанре придумать что-то новое – это подвиг. Но именно за такие подвиги фильмы и игры получают высокие баллы. Сценаристы из Night Dog, увы, пошли по проторенной предыдущими частями дорожке. Не будем вдаваться подробностей, чтобы совсем уж не лишать вас удовольствия от прохождения. Но если вкратце описать сюжетную завязку, то выглядит это примерно так. Натан Дрейк опять ищет чудо-город, на этот раз в затерявшейся песках. До него это поселение искал его предок, который, как оказалось, был тем еще искателем приключений на свои больные кости. Естественно, не обошлось и без злодеев, которые пойдут на все, чтобы добраться до таинственного города раньше, чем это сделают Дрейк и его приятели. В общем, все стандартно, все привычно. От скуки спасают только хорошо написанные диалоги. В этом плане к сценаристам у нас нет претензий. Каждый герой – это действительно уникальная личность. На протяжении всего путешествия вы будете открывать себе персонажей с новых сторон, узнавать об их прошлом, о том, как же они, такие красивые и умные, дошли до такой странной жизни. Особо порадовало то, что мы увидим и даже сможем поиграть за маленького Дрейка. Авторы позволят нам увидеть, как началась их дружба с Салли, как они стали «не развлей вода» и как нажили себе главного врага их жизни. Который, точнее, которая будет преследовать их до самого финала. И вот тут начались первые проблемы. Дело в том, что игра по большей части строится по одному очень неприятному сценарию. Мы проходим из одной точки уровня в другую, параллельно решая одну-две головоломки. Находим то, за чем сюда явились, затем совершаем такую же дорогу назад. И вот тут на нас нападает целая армия неприятелей, которые мечтают только об одном – убить нас и забрать найденный артефакт. Вообще, забирать найденное у нас и так будут регулярно, так что об этом беспокоиться не стоит. А вот о стычках с врагами стоит. Самыми глупыми и неудачными получились кулачные бои. Если честно, то это просто тихий ад, который имеет мало общего с понятием «интересно». Мы машем кулаками, вовремя уворачиваемся, отталкиваем врага. И все это делаем под строгим присмотром искусственного интеллекта, который показывает, когда и какую кнопку на джойстике нужно нажать. Никто не спорит, некоторые драки смотрятся вполне себе кинематографично. И они могли бы присутствовать в проекте, если бы авторы не перегибали палку. Потому что если мы уж с кем и деремся, то это значит, что на нас нападает сразу 5-10 врагов. И под конец обязательно выползет какой-нибудь здоровяк на стероидах, которого нужно будет мутузить почти минуту. В таком же ключе происходят и перестрелки. О какой-либо тактике или продуманной стратегии ведения боя здесь речи не идет. Просто на вас нападает сразу мини-армия, вооруженная до зубов. А вы должны вместе со своими компаньонами убить их всех. Причем, если на поле брони выбежало 5 солдат, то будьте уверены, как только вы разделаетесь с ними, тут же появится очередная группа веселых Гитлер-Югенделихен. И все начнется заново. По сути, претензий к самим перестрелкам у нас нет. Авторы, слава богу, не ввели никакого идиотского автоприцеливания, так что все здесь честно. Но вот эти толпы врагов на одной локации – это явный перебор и банальное желание растянуть игру. И разработчикам это удалось. Правда, так уж получилось, что Drake's Deception все равно оказался заметно короче второй части. Несколько раздражает и умышленное самокопирование. Такое ощущение, что авторы нашли сразу несколько фишек и теперь вовсю их используют. К примеру, с доставучими жуками, которые готовы сожрать все, что подвернется на их пути, мы встретимся несколько раз в тех или иных декорациях. Или вот преследование одного из врагов. Нам зачем-то надо несколько минут нестись за ними через весь город. Поначалу это даже кажется забавным, интересным. Но к середине пути начинает надоедать. Куда лучше дела обстоят с головоломками. Правда, их маловато для приключенческой игры. Но те, что есть, получились занимательными. В меру простыми, но при этом все-таки требующими пораскинуть мозгами. Да и само по себе путешествие не вызывает отрицательных эмоций. Мы, словно зайчики-попрыгайчики, носимся по всему миру в поисках таинственных артефактов. А это не может не нравиться. Здесь вам и знаменитая старинная шато во Франции, которая под конец начинает пылать огнем. И таинственная ночная серия, которая поражает своим великолепием. Все это делает приключения Натана Дрейка достойными внимания. Жаль, что при этом нам приходится постоянно от кого-то отстреливаться. Возможно, авторам серии стоило поумерить пыл и сделать игру пусть и еще короче, но все-таки более динамичной. Под конец несколько слов о новинке для серии, о мультиплеере. Как мы уже рассказывали вам в нашем видеодайджесте, в целом режим нам понравился. Теперь мы смогли опробовать все карты и типы заданий и можем смело подтвердить, за командными схватками время летит незаметно, а реализованы они отлично. Радует, что постепенно мы растем в уровне и можем приобретать новое, более мощное оружие. Помимо этого, существуют и всякие модификаторы, которые позволяют нам шустрее бегать или, к примеру, быстрее забираться по лестницам. А то, что реальные противники куда опаснее и умнее, чем контролируемые искусственным интеллектом, об этом и говорить не стоит. В общем, в этом плане у разработчиков все получилось. Самое печальное во всей этой истории, так это то, что Uncharted 3 Drake's Deception и правда отличная игра. Она умеет затягивать, она умеет иногда удивлять, иногда огорчать. Но в этот раз мы добираемся до финиша, скорее вопреки всем тем минусам, о которых мы до этого говорили. Мне кажется, что авторам пора взять творческий отпуск, подумать хорошенько, как дальше развивать тему. Потому что в противном случае четвертая часть окажется мало кому нужной. На этом все. Удачи и до встречи на Playground.ru! Субтитры создавал DimaTorzok